Всем привет, друзья! Итак, меня зовут Вилли, вы на канале Битрайда. Сегодня у меня наконец-таки прошла первая ТО, это которая была после 1000 километров пробега. Так, помимо этого у меня были установлены сегодня вот эти вот дуги Crazy Iron. О них я вам сейчас расскажу более подробно. Также у меня были установлены вот эти замечательные новенькие ручки с подогревом. Видите, я не знаю, солнце тут наверное светит. Тут очень, никакого пульта нету, по сути вот тут одна кнопочка, ее просто долго держишь и все включается и выключается. В общем, тема очень классная. Так, сейчас давайте еще разок покажу вам его со всех сторон и потом расскажу вам про дуги Crazy Iron. В общем, что касается дуг. Если я сижу вот так. Ну-ка, сейчас посмотрю, как будет видно. Приконтролирую. Так, если я сижу вот так, то их нихрена не видно. Поэтому наклоним камеру. В общем, сверху, когда смотришь на эти дуги, да, выглядит немножко по... Ну, сами понимаете, немножко не очень. Опять же, дело привычки, надо к этому делу привыкать. Я думаю, со временем я привыкну. В целом, да. В целом, конечно, есть пожелания Crazy Iron. Это относительно сварочных швов. Но у меня, по крайней мере, относительно еще более-менее сделано. На картинке, которая была в туториал, там выглядели намного хуже. И вот, в плане прокраски. То есть, вот здесь вот видно, что не до конца прокрашенные. Ну, а в целом, в общем, так, я бы сказал, ничего. Нормально. Так, здесь вот выглядит немножко пустовато, да. То есть, как бы далековато. С другой стороны, движок выпирает немножко больше. Поэтому, с этой стороны, ну, я бы сказал, выглядит немножко получше. Единственный косяк при установке этих дуг, это пластик пришлось вырезать. Сам я это делать не решился. Я доверился специалистам, то есть, ездил к официалам. Они мне сделали. Что касается по деньгам, мне это стало дороже, чем сами дуги вместе с доставкой в Германию. То есть, я отдал за эти дуги 150 евро, включая доставку до Германии. И за установку я отдал 160 евро. Короче, ребята на сервисе матерились. Задолбались они с этим пластиком. То есть, в общем, подрезать там, пробовали. Говорит, десять раз его снимали, одевали там. Ну, чтоб все красиво. Но, я скажу, ребята сделали вообще все обалденно. Давайте я покажу ближе. Вот здесь, вот здесь вот они вырезали, вот в этих местах. И что прикол, пластик не симметричный. То есть, с другой стороны он немножко по-другому. Поэтому шаблон, скажем так, на одну сторону и на другую он должен быть разным. Ну, в общем, сделали все красиво, как будто так и было. То есть, я очень остался доволен именно работой. Дуги сбоку смотрятся вообще шикарно. Так, давайте с другой стороны. Потому что тут солнце отсвечивает. Вот с этой стороны, да. В общем, сбоку дуги смотрятся вообще шикарно. То есть, брутально все, как бы претензий нет. Так. Ну, а сверху просто надо привыкнуть еще к этому. Издалека тоже вообще их не видно даже практически. Ну, я думаю, функцию они свою будут выполнять. В принципе, вот если так смотреть, то самая максимальная выбирает точка, это вот. Ну, по сути, в уровень цикл с грузиком клипона. Так что, в принципе, если при падении, пластик должен защитить. Ну, смотря опять же, как упадет. Дальше. Так. Дальше, дальше. Дальше небольшое пожелание к корезяям. Вот именно относительно этих дуг и относительно этой модели. Ребята, ну неужели сложно сделать какой-нибудь шаблон в виде наклейки? То есть, скажем, отмерить, допустим, вот от этого угла, там столько-то сантиметров, приложить шаблон, как бы наклейку. Можно сделать, скажем, малярный скотч наклеить, а на него наклейку. А на наклейке уже расчертить контуры, где именно вырезать, чтобы не париться. Знаете, это было бы настолько удобней. И в таком случае человек мог бы сам это сделать в домашних условиях и сэкономить кучу денег. Я не думаю, что наклейку изготовить под именно под этот, под эту модель, это, ну, не удара... Ну, как сказать, не удара... Забыл. В общем, ценник особо не поднимет. А облегчит людям жизнь. И понимаете, я вот, я бы сам их не решил составить. Я бы скорее от них отказался, чем бы пытался бы их сам ставить. Поэтому вот просто как по желанию. Это же не сложно сделать вот небольшой шаблончик в виде наклейки. Допустим, отмерить от какого-нибудь угла. В мануале можно написать столько-то, столько-то. Наклеить наклейку, вырезать по контуру. Потом наклейку тупо отодрать и все. Это же очень просто. Но, я говорю, это облегчило бы установку намного. Потому что ребята задолбались. Ну, слава богу, все сделали красиво. Мне нравится. Я остался работой доволен. Так, масло мне сказали. Масло мне сказали. Менять только на будущий год или по пробегу 12 тысяч. То есть, у нас интервал ТО на этой модели 12 тысяч либо раз в год. То есть, что раньше будет. Если я 12 тысяч проеду, то надо на ТО ехать. Либо через год просто приехать. Я говорю, масло когда менять? Часто там? Каждые там 3 тысячи, 2 тысячи. Нет, говорит, раз в год. Ну, не знаю. Опять же, сейчас, я не знаю, в комментариях мне начнете советовать, что надо менять масло чаще и все такое. Может быть, все-таки то, что здесь масло другое, более качественнее, что ли. Ну, здесь тоже можно подделку купить, но с меньшей вероятностью, чем в РФ. Поэтому в РФ, да, наверное, все-таки имеет смысл менять как можно чаще. Потому что хер его знает, что ты туда заливаешь. Поэтому, да. Опять же, я еще в этих делах особо неопытный тут. Для меня эта мото тема все только новая. Ну, ничего, освоюсь. Так, наклеечки эти. Я, наверное, потом оторву со временем. Наклею сюда какую-нибудь свою рекламу. Своей конторой. Или, может быть, рекламу канала. Что-нибудь такое. Сделаю маленько, но красиво. Просто наклейка как-то. Ничего. Так, я вот, говорю, поддался после видоса пилота, когда он сильно плевался на счет Кризи Аарона. Я все переживал прям. Ночью даже плохо спал. Все переживал, как они встанут. Как они все выпилят. Красиво, некрасиво. Реально. Вот сегодня, когда мотоцикл отвозил им, сдавал. Такое ощущение, будто ребенка на операцию оставлял под нож. Прям вот переживал, да. Ну а так, в целом, нормально. Теошку прошли. Теперь можно на ней ездить полноценно. И немножечко даже открутить. Но это я на выходных опять поеду. Поеду, может быть, опять к дочери. И поеду я на этот раз на автобан. Чисто по автобану. Ну и буду там, немножечко попробую ее открутить. Насколько. Ну, перегибать не буду. В пределах ПДД, так скажем. Хотя, честно, у нас на автобане можно откручивать до бесконечности. И это будет в пределах ПДД. Но, нет, я все равно. Ну, в среднем, думаю, попробовать, может быть, 130-150. Вот так идти. Посмотрим, как пойдет. Опять же, зависит еще, ребята, будет ли на улице ветер или не будет ветер. Посмотрим. Тут куча различных факторов. Сейчас я еще сделаю на свою нормальную камеру пару, парочку красивых фотографий. Для инстаграма. Поэтому, ребята, кто еще не подписан на инстаграм, рекомендую обязательно подписаться на инстаграм. Потому что в инстаграме я буду выкладывать, скажем, если я куда-то поеду, то я буду выкладывать там сторис непосредственно. То есть, буду, ну, скажем так, будете меня, можете наблюдать меня лайв, так скажем. Смотреть именно, где я в данный момент нахожусь, что у меня там. Ну, в общем, оно прикольное. Я прошлую поездку так делал, мне понравилось. Ну, и мало ли, знаете, что в дороге случится, чтобы знали, если что, где меня искать. Там можно будет отследить мой маршрут, так скажем. Насчет стекла я у них узнавал. У них, в принципе, на официальном сайте есть, предлагают они более высокое стекло для более лучшей ветрозащиты, для большего комфорта. Но у них в наличии не было, а заказывать я не стал. Я просто хотел посмотреть, насколько оно будет, ну, уродски выглядеть, так скажем. Если будет нормально выглядеть, я бы, может быть, взял. Но это, опять же, не к спеху потом. Так, давайте еще раз посмотрим ручки. Ручки, ну, я говорю, выглядят они вообще, то есть, вообще четко прям красиво. Я где-то видел картинки, что тут еще, по идее, как бы пульт сбоку дополнительно. А здесь нет, здесь такая, по сути, почти как сенсорная кнопка такая. Ее просто долго жмешь, она включает первый режим, потом их там четыре, по-моему, режима. От прохладного, так скажем, до горячего. Пока не пробовал, погода пока что не вынуждает. А в ближайшей поездке я поеду утром рано, так что, я думаю, мне эта штука очень пригодится. И по деньгам, знаете, я почему-то вот, ну, честно скажу, вот это ТО, вот эти ручки, потом установка вот этих дуг обошлось мне все в целом 500, 540 там с копейками, грубо говоря. Я честно ожидал, что мне только ТО-шка обойдется в 400 евро. И как бы на это изначально настраивался. Поэтому, когда мне назвали вот ценник вот за все это, что было сделано в 540, я, в принципе, очень обрадовался. Потому что я общался с одним владельцем такого же мотоцикла, который брал в том же самом салоне, и он тоже делал первую свою ТО-шку. Так он сказал, что ему обошлась эта ТО-ха 400 евро. Я немножко прифигел. Поэтому я на эту сумму как бы настраивался. Вот такие вот дела. Ладно. Ладно, ребята, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки. Но дизлайки лучше не ставить. Но если уж очень хочется, то ставьте. Ладно. Так и быть. Ну и делитесь ссылкой друзьями там где-нибудь ВКонтакте, если есть желание. А мне будет приятно. Ладно, ребята, еще раз всем спасибо. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры подогнал «Симон»